Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Вопросы Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Гурген Яныкян. Петиция нет этнической чистки Арцаха. Бои самобороны армян Ачин. Община Красного базара Арцаха существует благодаря героическим боям. Регион ОД Франс подтверждает свою поддержку Арцаху. Президент округа. Британский музей. Экспонаты музея истории Армении. Историко-орхологического музея-заповедника Эребуни. Проблема крипто- и исламизированного армянства, естественно, интересует и беспокоит также турецкие научные и околонаучные круги. Об этом свидетельствуют увеличивающиеся с каждым днем статьи, книги и исследования на эту тему. Вопрос проживающих в Западной Армении скрытых и исламизированных армян время от времени оказывается в повестке турецкой прессы, политических и научных кругах, становятся причиной различных спекуляций. Даже поверхностные наблюдения позволяют предположить, что политика спекуляции имеет тенденцию углубляться и становиться еще более экстремальной. Армянская тематика – деликатный и чувствительный вопрос Западной Армении. В последние годы к ней также добавилась тема скрытых и исламизированных армян, что дало турецкому агитпропу, пропагандистской машине, возможность поднять новую волну фальсификации. Не случайно, что на тему проблем скрытых и исламизированных армян уже публично высказываются известные историки турецкой власти. Один из которых, заведующий кафедрой истории университета Иненю, провесил Салим Джокчен, многотысячную церемонию похорон Гранта Динька напрямую связал с криптоармянами, считая это признаком разрождения. В частности, отметив, я считаю, что многие из участников на похоронах Динька были скрытыми армянами. На мой взгляд, скрывавшие себя под именами Ахмед Мехмед Армяни во время похорон осознанно раскрылись. Выражение «Мы все армяне, мы все гранты» было свидетельством этого. На мой взгляд, убийство Гранта Динька стало причиной полного раскрытия скрытых армян. Уроженцы Западной Армении Гурген Яныкян Гурген Яныкян – один из определителей направления новейшей армянской истории. Каринский армянин, будучи ребенком, стал свидетелем величайшей боли своего народа геноцида, совершенного против армян. Свидетель обезглавливания старшего брата и состояния матери, дошедшей до грани безумия. На протяжении всей жизни Яныкян всеми возможными мирными путями пытался добиться наказания виновных в геноциде, совершенных против армян, пытаясь отомстить за отца отечественников, но ему было предначерчено совсем другое дело. 27 января 1973 года в возрасте 78 лет Гурген Яныкян выпустил 13 пульт турецкого консула и вице-консула в Санта-Барбаре. Далее позвонил в полицию, заявив, что автором убийства является он, после чего был приговорен к пожизненному заключению. 10 февраля 1984 года был доставлен из тюрьмы в больницу, где спустя 17 дней скончался. Новость о смерти была опубликована в журнале New York Times 1 марта 1984 года. Это была маленькая новость, недостоверная информация под названием «Заключенный армянин умер». Содержание было следующим. Армянский писатель, инженер Гурген Маккартыч Яныкян, убивший в 1973 году двух турецких консулов Калифорнии, в понедельник умер в тюрьме естественной смертью. Ему было 88 лет, был приговорен к пожизненному заключению в июле 1973 года. Выстрелами в Санта-Барбаре началась борьба армянской мести, новый этап требования армян. Яныкян считался духовным основателем армянской тайной армии освобождения Армении Ассала. 20 января 1975 года возле офиса Всемирного совета церкви Бейрута произошел взрыв. Именно этот день считается официальным днем основания Ассала. В последующие месяцы и годы до декабря 1990 года Ассала провела 300 вооруженных действий в различных странах мира. По состоянию на 2 мая к петиции, инициированные молодежным движением нет этнической чистки Арцаха, в Сырпанакерте и в трех районах Арцаха присоединились более 22 тысяч человек. В подписи не включены данные онлайн-платформы Change.org, где к требованию уже присоединились около 11 тысяч человек. Общественность выразила желание присоединиться к сбору подписей. Люди осознают, что с растущими день от дня преступлениями Азербайджана нужно бороться всеми возможными методами. Арцах как часть Западной Армении получил независимость, будучи частью общего государства Армения. Та агрессия, которая осуществляется бакинскими властями в отношении Арцаха, направлена на территориальную целостность всего государства Армении, включая Западную Армению, которая сегодня оккупирована турецкими властями. Реакция международного сообщества на эту проблему должна четко охарактеризовать точку зрения проживающих в Западной Армении армян, которые сейчас продолжают подвергаться репрессиям со стороны турецких властей. Конечно, мы ценим усилия людей, которые пытаются добиться каких-либо изменений посредством сбора подписей. Однако нужно учитывать, что сегодня в Европейском суде по правам человека проходит судебный процесс против Азербайджана. Бои с самобороном армян Ачин. Ачин – один из городов Киликии. В начале 1900-х годов из 35 тысяч жителей города Ачин 30 тысяч были армянами. Однако во время геноцида, совершенного против армян, жители Ачина были насильственно депортированы и сосланы в Дердзор, где большинство из них погибли. В 1918 году на Киликии был установлен контроль над странами Антанты, были выведены турецкие войска. Около 8 тысяч из 30 тысяч армянских жителей Ачина вернулись. В начале 1920 года под давлением гемолистов французы начали вывод войск из Киликии. Турки поочередно захватили Урфу, Айнтаб, Мараш, Сиз, устроив жестокую расправу с местными армянскими жителями. Тяжелые бои продолжались до 12-13 июля. Турецкое командование пыталось путем переговоров поставить на колени жителей Ачина, но безрезультатно. Героическая битва Ачина – одна из героических страниц борьбы армянского народа против турецких погромщиков. Видео можно посмотреть на официальном сайте Вестер Армения ТВ. 4 мая – день основания общины Кармиршука Мартунинского района Республики Арцах. После 44-дневной войны Красный базал старт пограничной общины жители живут и созидают по прямым прицелам врага. По словам жителей, это не может помешать им продолжать обрабатывать землю, тем самым способствуя благоустройству родного села. В клубе Красного рынка было организовано мероприятие. Жители общины после войны начали работать с более большим энтузиазмом. Никакая провокация не может остановить процесс, поставить под сомнение наш патриотизм. Кровь, пролитая парнями, павшими за эту героическую деревню, не может быть напрасной. Под ежедневным прямым прицелом враждебных позиций мы продолжаем упорно жить в своей колыбели. Мы обрабатываем землю, сажаем деревья и надеемся, что год будет плодотворным. Сообщили в беседе с Арцах Прех руководитель общины Нарей Катаян. Также подчеркну, что в общине осуществляют работы муниципалитет, мембук, школы, детсад, клуб и дом культуры. Руководство Западной Армении желает непоколебимого духа жителям села Кармишука, напоминая, что в данном геополитическом процессе будет много изменений. Подписав совместную декларацию с Арцахом, регион ОДФРАНС подтверждает свою поддержку этому стойкому народу. Об этом написал глава региона ОДФРАНС Франции Ксавье Бертан в своем микроблоге Twitter. Никто не может закрывать глаза на проводимые азербайджаном этнические чистки и удушение Арцаха, написал Ксавье Бертан. Ранее глава МИД Арцаха и президент региона ОДФРАНС подписали совместное заявление, адресованное международному сообществу. От Персии до Греции, в рамках которой представлены экспонаты музея истории Армении, историко-археологического музея Запобедника и Рябуни, открыла 4 мая в Британском музее. На открытии выставки присутствовали посол Армении Великобритании Варужан Нарсисян, директор музея истории Армении Давид Погосян, а также высокопоставленные должностные лица, дипломаты, ученые, деятели культуры, для которых подробную информацию представил директор департамента Британского музея Ближнего Востока, куратор выставки Джеймс Фрейзер. Также отметил, что во время закрытых осмотров, организованных для особой группы посетителей, особое внимание было уделено представленному музеям истории Армении кубок виде медведя, находящийся на одной витрине вместе с другими ценными экспонатами, хранящимся в Британском музее бюстом богини Анаид. В своей вступительной речи директор Британского музея Хартвик Фишер поблагодарил музей истории Армении, историко-археологический музей Запобедника и Рябуни за эффективное сотрудничество. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Мани Григориан. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!